Это первая детская читальня в Уфе. Своё 90-летие отметила Центральная детская городская библиотека имени Шагита Худайбердина. Её история началась с крошечного отдела при Комитете профсоюзов. Сейчас же хранилище вмещает более 120 тысяч книг. Подробности в материале Александра Калинченко. Страшный сон молодого библиотекаря. Остаться в читальном зале наедине с малышами. Не так-то просто бывает собрать их вместе. Каждый малолетний читатель переберёт с десяток изданий с картинками, прежде чем уткнётся в чтение или просто перелистывание страниц. А я выбрала радугу, потому что я очень люблю радугу. Оказалось, что это были не совсем рядовые посетители читальных залов. Большинство ребят в тот день участвовали в официальном мероприятии, посвящённом 90-летию библиотеки. Надо нам её поздравить, процветания пожелать, но неплохо для начала всю историю узнать. В одном из залов хранится большой фотоальбом, полный раритетных снимков и познавательных экскурсов в историю. Когда 90 лет назад у Фея возникла первая детская библиотека, в ней было всего 1200 книг. А читателей в 10 раз больше. Впрочем, вскоре эта ситуация была исправлена. Детская библиотека обслуживала своих посетителей, несмотря на любые трудности, ни разу не закрывалась даже в годы войны. А вот в начале 90-х пауза всё же возникла. И то всего на пару недель. Лишившись одного помещения, библиотекари вынуждены были срочно переезжать в другое, ещё недостроенное. Тут груды мусора. А если бы не въехали, то она бы нам не досталась. Поэтому время было тяжёлое. Нужно было въезжать быстрее, чтобы оставить эту площадь за детской библиотекой, чтобы обслуживать на современном уровне уже наших читателей. В этом же здании они и поныне. Почти тысячи квадратных метров, половина из которых отдана под читальные залы. В них выдают более 8 тысяч книг в год. И эта цифра растёт. Другую половину помещений занимают хранилища, административный, а главное творческий центр, в котором координируют работу всех городских детских библиотек. Разрабатывают и внедряют новые подходы к работе с читателями. Те же самые формы квест-игры. Она может быть где-то распространялась вне детских библиотек, но тем не менее на данный момент в наших библиотеках это очень активная форма. Или квизы. Интеллектуальный батл между детьми. В этот день в библиотеку пришло много высоких гостей, бывших библиотекарей и читателей. Детского писателя Николая Грахова называют не только большим творческим другом библиотеки, но и старейшим её посетителем. Стаж более 60 лет. В очереди 56-го года, меня ещё где-то около 10-летнего возраста, пацана привела, мама, и записала в детскую библиотеку. И с тех пор мы с этой библиотекой, в общем-то, и не расстаёмся. Пока длилось официальное мероприятие, коридоры библиотеки казались опустевшими. Говорят, что читательский пик наступает здесь ближе к 6 вечера. Библиотекарей, занимающихся непосредственно обслуживанием, можно узнать по оранжевым футболкам. Большинство сотрудников довольно молоды. Александр Калинченко, Рустам Лукманов, Россия Культура, Башкортостан.